здравствуйте друзья в эфире канал ньюашлот и с вами я юрий гимельфор после серии интервью с майором полиции григорием харчом стало очевидно что затронута очень болезненная для общества тема и к моему удивлению многие сотрудники полиции как действующие так и в отставке изъявили желание рассказать свои истории и вот сейчас вы услышите беседу с полковником полиции в отставке игорем евгеньевичем бочкарем внимание на экран здрасте игорь евгеньевич ну игорь евгеньевич ну буквально вот в двух словах расскажите немножко о себе я полковник полиции в отставке в органы внутренних дел пришел в 1989 году начал службу следового милиции проходил должности за службу в должностях милиционера подрульно-постовой службы участковым инспектором полиции был начальником полиции по охране общественного порядка служил в спецназе спецподразделения собр и закончил службу последние 8 лет занимая должность заместителя начальника полиции северо-восточного линейного управления мвд россии на транспорте то есть был заместитель начальника транспорта полиции двух субъектов российской федерации якутии и чукорки понятно скажите игорь евгеньевич а вот майор полиции григорий харичев вот это нашумевшее интервью с ним он рассказывал о том что звание покупаются вот ты приводил в пример что за то что вот ему присвоили подполковника с него потребовали 200 тысяч рублей а вы с этим сталкивались лично знаете Юрий есть такой есть как бы один нюанс звание конечно я никогда с этим не сталкивался то есть я в органы внутренних дел пришел у меня никаких знакомых там и дядей генералов не было и честно прошел путь от рядового до полковника ни разу никаких как бы вопросов у меня не было но как бы со званиями бывает есть такой нюанс есть хороший парень допустим он занимает должность подполковника полковника ему получить должность не позволяет тогда он идет начальнику если начальник ему идет навстречу вызывают допустим я занимаюсь должность полковника соответственно временно ставят его на мою должность меня ставят на его должность естественно у меня как у полковника оклад-то повыше, да, и, соответственно, ту разницу, которую я теряю, пока он получает звание полковника, он мне такой компенсирует. То есть, вот это есть. А чтобы там конкретно получали и платили за звание, я такого за 27 календарных лет службы ни разу не слышал. Нет, но я причем здесь уточню, и я у Харичева это уточнял, я говорю, ну, то, что когда положены звездочки, говорят, ну, наливай, так сказать, офицерское правило, так сказать, поляну накрывай там и так далее, ну, много разных выражений. Это как раз нормально, я в этом не вижу ничего плохого, но вот Харичев вел разговор именно о том, что с него вымогали взятку в денежном выражении за это. Вот. У меня теперь другой вопрос. Вот Григорий Харичев рассказал о случае, когда оперов заставляли ремонтировать помещение. Вы с этим сталкивались? Ну, я могу сказать, что товарищ майор, да, он вроде бы говорит те явления, которые действительно есть в органах внутренних дел, но он их, как бы, говорит с позиции обиженного человека, да. Я думаю, я, как бы, по своему мнению, да, я так бы знаю, как происходит распил бюджета, да. Если, я думаю, будет, кратце я изложу, как вот вообще происходит. У нас бюджет пилят, я так думаю, на никого не удивит, наверное, во всех организациях. Предполагаю, что и в органах внутренних дел есть такие подразделения, где бюджет пилят, да. Но, но, товарищ майор представляет, что у него там, мы можем подумать, что начальник у него идиот, грубо говоря, заставляет копиров делать ремонт, все деньги присваивает себе. То есть на практике делается все по-другому. Выделяются деньги, они централизованы, да, и бюджета, и естественно, и в отделе России. Соответственно, соответственно, согласно закону 44 ФЗ размещается на сайте заявка. Соответственно, но, как правило, где эта заявка размещается, кто ее размещает, когда она будет размещена, особо никто не знает. То есть знают только те лица, которым нужно знать, да, заинтересованы. Соответственно, как правило, три фирмы подают заявки, две из этих фирм подставные, то есть они дают высокую, скажем так, заявляют высокую стоимость. И третья заявляет тоже высокую стоимость, но меньше, чем у этих двух. Соответственно, третья фирма выигрывает тендер на производство, ремонтах в помещении той или иной предприятия, организации. Соответственно, после этого, этот руководитель этой фирмы, он имеет сговор с соответствующим руководителем того и иного государственного органа. После этого, как он выиграл тендер, ему переводят все эти средства, так как сумма и так была завышена, хотя она была и ниже, чем у предыдущих фирм, за половину стоимости он делает ремонт, в том же самом органе внутренних дел, а в том половину они спокойненько пилят с начальником уже этого органа, потому что эти деньги перевели, перевели на счет организации, и, соответственно, половину он отдает органам внутренних дел, или любого другого предприятия, учреждения, организации государственной. Вот, соответственно, примерно так происходит распил бюджета. Но вот так, чтобы взяли перов, поставить, делать ремонт, а, соответственно, все деньги присвоить себе, то есть так оно не работает. Потом, но я не могу утверждать, что такого, в каких фактов, когда нет возможности, вы же знаете, у нас какая ситуация, денег нет, но вы держитесь, да, сидеть, допустим, в обшарбовом кабинете, мне самому не хочется, к тому же самому оперу не хочется. Поэтому бывает так, что, да, начальник говорит, ребята, ну, у кого есть там знакомые, видите, там, деньги не выделяются, давайте как-нибудь будем этот вопрос решать. И начинается каким-то ход способом те или иные передвижения, то есть начинается ремонт. Допустим, у меня была служебная машина, где, ну, денег не было на ремонт. Мы там, с другим начальником, у нас там на двоих бывает служебная машина. Ну, да, мы из своих личных денег либо на столбусе, грубо говоря, ездить, либо на служебной машине. Но служебных денег на ремонт нет. Ну, да, мы за свои деньги скидывались, но это, как бы, было без принуждения со стороны начальника. Абсолютно с нашей стороны добровольно скидывались и мокировали эту машину на свои деньги. Ну, так, по-другому никак либо пешком ходить, либо на машине ездить. Вот выбор за вами. Примерно так вот это происходит. А вот еще один вопрос тоже из серии, было ли, ну, правда или неправда. Вот Григорий Харичев, он рассказывал о случае, с моей точки зрения, вообще диком. То есть, когда вот на, оперов выделяется, как это, премия, а потом говорят, что ее сэкономили. Я вообще вот просто это не понимаю, потому что, ну, в моей практике тоже был короткий период, я работал в госструктуре. Это целевое финансирование. То есть, для меня это было немножко дико. Вы с этим сталкивались? Нет, конечно, но опять же, как бы, товарищ майор, он, я не знаю, он может быть, как бы, из-за того, что занимал не очень высокую долгу, он чуть-чуть не понимает, как это все механизм. То есть, так, опять же, такое это все есть, но это работает все абсолютно по-другому. А как? Действительно, да, ну, вот как? Вот, я сейчас вам расскажу, как работает. Действительно, на переработку выдаются, соответственно, каждый год выделяются за переработку соответствующие деньги. То есть, но, для того, чтобы воплотить людям на переработку... Простите, на переработку по часам, я правильно понимаю? По часам, обязательно, по часам. То есть, издается соответствующий приказ, пишутся соответствующие табеля, после чего, как бы, издается приказ о оплате на основании этих табелей, есть соответствующий приказ организационный МВД России, который регламентирует эту работу, и, соответственно, людям оплачивается. Но, к сожалению, Юрий, органы, это не дело, это как бы достаточно беззалайдерная организация, с одной стороны. То есть, людям, люди занимаются, как правило, раскрытием преступлений, то есть, занятой работой, заниматься вот этой, скажем так, кучей подготовкой, кучей бумаг на себя же, большинству их начальников, их подчиненных, как бы, просто лень. Поэтому, зачастую, бывает так, что эти деньги, они практически весь год забывали, забывали, в итоге, деньги не израсходованы. Естественно, начальник не может эти деньги там, не положить ни в какой коммерческий банк, потому что они находятся на счете федерального казначейства. Федеральное казначейство его отдаст эти деньги только целевым способом. Но, как правильно сказал товарищ Майор, если эти деньги не израсходованы, они возвращаются и за это выдаются деньги как бы за экономию. Суть в чем, сам начальник получить премию за экономию не может. Почему он не может сам себе? Потому что его премирует вышестоящий орган. Ну да, естественно. Да, он сам себе ничего. То есть, он выписывает эта премия, как правило, она в конце года дается, когда все эти вопросы подведены, ну и как правило, грубо говоря, полковник получает 10 тысяч, майор получает 5 тысяч, лейтенант получает 2 тысячи, сержант получает тысяч. То есть, в зависимости от занимаемой должности, вот эта сумма делится на кончилищество личного состава, все это бухгалтерия считает и все получают. Либо получают вторую, даже в одной раз третью материальную помощь. Но такого, чтобы там начальник взял себе, присвоил, такого нет. Но, конечно, он своим заместителям дает больше премию, а милиционер ППС получает меньше. Вот примерно вот так это работает. И так это работает везде, просто потому, что такой алгоритм его нарушить нельзя. Понятно. Тогда у меня вот какой вопрос. Вот майор Харичев рассказывал о том, что полицейские, ну вот то, с чем он столкнулся, я имею в виду, они там занимаются крышеванием бизнеса, крышеванием проституток там. Вы с этим сталкивались? Ну да, конечно, сталкивался. Суть в чем, что МВД России это корпорация большая, но это корпорация людей. В ней работают и хорошие люди, и плохие люди. И, конечно, среди полицейских выявляются и те, которые крышуют проституцию. При мне, скажем так, был посужден, задержан один из наших сотрудников, который крышевал проституток. И что характерно, тут интересный такой случай, я ему говорю, слышь, Саня, у него тогда уже очень был дорогой телефон по тем временам, он в звании капитана был, а я в звании уже, по-моему, дай бог подполковника. Я ему говорю, слушай, подари мне свой телефон. Он говорит, а зачем, Игорь Евгеньевич, я вам буду дарить свой телефон. Я говорю, Саня, ну вот смотри, если у тебя такой телефон, а ты по своей должности его купить не можешь, значит, ты совершаешь преступление. А если ты совершаешь преступление, значит, тебя посадят. А если тебя посадят, значит, тебе в тюрьме зачем телефон? Подари его мне. И, сухарахеда, прихожу, на следующий день мне говорят, вот, Саню-то посадили, крышевал проституток. Ну, посадили, его осудили. Лиза, вылагательство бывает, но, что, как бы, в чем? Что всех, кого вот, я знал, что, кто этими вопросами занимался, да, их всех задержали, всех посадили. Поэтому, каждый выбирает тут для себя. Я, допустим, перед вами сейчас выступаю, да, потому что я могу сказать, я на свою жизнь не взял ни одной рубля взятки, никого не крышевал, я всегда выбирал спать спокойно. Пусть я живу там не шикарно, как полковник Захарченко, но я там брал кредиты, гасил их, и вот сейчас могу себе позволить жить там в Московской области. Вот, вместо супруга мы это всего потихоньку добивались и вот понемножку добились чему-то. Понятно. Игорь Евгеньевич, у меня прямо на языке вертся вопрос. Вот Григорий Харичев рассказал о диком случае, от которого я чуть со стула не упал, когда его какой-то коллега у своих же коллег воровал мобильные телефоны. Ну, я прошу прощения, конечно, за жаргонное выражение, это, по-моему, если я не ошибаюсь, называется крысятничество. Вы с таким сталкивались? Ну, я же говорю, Юрий, за 27 лет как бы со всем сталкиваешься, и люди везде одинаковые. То есть, что в армии, что в полиции, что в прокуратуре, что в суде. То есть, люди везде работают, как бы, социальная прослойка, вот наши российские граждане. Но он сталкивался и с этим, но, как бы, это не мочит массового характера, что это единичные случаи, которые так же, как бы, дико воспринимаются, в общем-то, не только нами, но и нами, сотрудниками органов внутренних дел. Понятно. Теперь у меня вот какой вопрос. Я Григорию его не задавал, но вот хочу задать, меня он очень интересует. Ходит слух, вот я подчеркиваю, я причем даже скажу только про мой родной Саратов. Вот в Саратове ходит слух, что в полиции чуть ли не каждый день проходят так называемые пятиминутки ненависти. То есть оперативников, ППСников, их буквально накачивают ненавистью к так называемой пятой колонне, к нацпредателям, к тем, кто критикует Владимира Путина. Вы с этим сталкивались? Это правда или нет? Нет, ну это абсолютно неправда. Я забыл, вы просто глаза открыли. Что такое есть пятиминутка? Ну, а вообще-то... Ну, условно, это по Орлелу, так сказать, просто вот проходит оперативное совещание, на которых там каждый день накачивают людей. Нет, каждый день не накачивают, но, скажем так, если имеется, скажем так, информация, что у нас в городе ожидает какое-то несанкционированное массовое мероприятие, конечно, полиция, соответственно, она получает ответствующие установки об обеспечении правопорядка и безопасности. Но такого как бы, что вот давайте мы будем защищать Владимира Пухина конкретно, то есть такого нет вообще. Я так бы могу это ответственно дарить, потому что такие инструктажи, как вы видите, пятиминутки ненависти, я проводил сам практически каждый день, что являлся заметительным начальником по прочим подразделениям полиции, то есть отвечал за деятельность дежурных частей, наружных служб, именно обеспечения охраны общественного порядка. И инструктаж, он проводится на основе полученной сводки за предыдущие сутки и оперативной информации, которая поступает в предстоящих органов внутренних дел. Соответственно она доводится и личный состав уже нацеливается на решение тех или иных задач. Но конкретно такого органа внутренних дел, они вообще, я вам хочу сказать, они достаточно политичны. То есть там про политику, в органах внутренних дел, как правило, общение не идет. Там у нас другие вопросы есть. То есть, грубо говоря, без Владимира Путина есть чем заняться. То есть, требования раскрытия, парок и так далее. То есть, много своего такого параметра, при котором заниматься еще вопросами политическими, у нас просто нет ни времени, ни сил. Понятно. И теперь вот такой вопрос. А вот с вашей точки зрения, вот как бы вы охарактеризовали, ну, я подчеркиваю, речь идет только о вашем восприятии. Вот как, на ваш взгляд, в российской полиции относятся к Алексею Навальному? К Алексею Навальному? Ну, не знаю. Я вот лично к нему как отношусь. То есть, я смотрел на него ряд передач. Как бы человек, юридически достаточно он грамотный. Но, на мой взгляд, как бы до уровня президента он, в общем-то, не очень-то дозрел. То есть, я считаю, что это не очень такая... Вообще, я могу сказать, что если дать в общем, то я честно поддерживал Владимира Путина на первых двух его сроках, поддерживал от души, считая, что он сделал очень большую работу для России, поднял Россию с колен. Но на текущий момент, на мой взгляд, нам нужен президент не политик, нам нужен президент не тот, который там в глобальном масштабе будет поднимать Российскую Федерацию, и не Алексей Навальный, который будет опять с кем-то бороться с коррупцией, еще с чем-то. Нам нужен президент-экономист, который будет заниматься экономикой Российской Федерации 24 часа в сутки, а то и 48. Я думаю, что Алексей Навальный, в частности, к этой роли на текущий момент не готов. А Владимир Владимирович Путин, он свою роль, достаточно, может быть, и положительную, но и уже выполнил. Поэтому, мне кажется, ему тоже уже хватит занимать президентский пост. Но, к сожалению, на текущий момент, опять же, альтернативу вот этого президента-экономиста, который поднимет нашу экономику с колен, я, к сожалению, пока не вижу. Понятно. И последний вопрос. Вот тоже по поводу интервью с Григорием Харичевым. Мы говорили с ним много о палочной системе. Вот как лично вы относитесь к этому? Я сейчас поясню под текст своего вопроса. Дело в том, что вот именно из-за того, что вот из-за палочной системы очень часто вот происходят некоторые негативные явления. И граждане, не имеющие отношения к полиции, они тоже критикуют эту систему. Вот как вы считаете, альтернатива этому есть или нет? Вы знаете, я как бы написал диссертацию даже по этому вопросу, да? Я крайне негативно отношусь к палочной системе. И могу сказать, что палочная система, к сожалению, в органах внутренних дел, она не только у нас не была сокращена, не только там, как у нас министр декларирует, мы отходим от палочной системы. На самом деле, она просто уже как на текущий момент подопалочная система доведена до состояния маразма. То есть при других министрах еще палочная система не была бы на таком уровне. Естественно, палочной системы быть, я считаю, вообще не должно. Но должна быть оценка органов внутренних дел. Лично я, как управление, считаю, что проверки должны осуществляться по единственному направлению органов внутренних дел. То есть, все ли мероприятия выполнены по тому или иному заявлению гражданина, и в полном ли объеме они выполнены. А вот так, как у нас сейчас делается, стандартное оперативное совещание, как начальник, нам не хватает 30 преступлений. Ребята, вы с ума сошли, что ли? Как может не хватать вам преступлений? Чего вам не хватает? У вас масла в голове не хватает, а ни преступлений не хватает. И это вот, ни один министр не побеждает. Просто ни один. Не первый, а второй. Там целая куча министров поменялось, а как бы восемь или не там. Поэтому палочная система, это главное, на мой взгляд, от чего страдает полиция и органы внутренних дел. И не только полиция, и прокуратура, понимаете, все эти вот страдания. Приходит прокурор, и он начинает искать у меня, выискивает, зачем бы ему представление написать. Потому что он должен представить там у него по плану шесть представлений. Он должен, не меньше. В прошлом году, допустим, он пять выявил нарушения, в этом году должен он шесть показать, что вот он эффективно работает. И так вот везде. Следственный комитет, полиция, мы там должны направить в суд стопот уголовных дел. Иди, допустим, вот у нас золото-бриллианты, если у вас золото-бриллианты добываются в Якутии, иди хоть там в магазине покупай эти золото-бриллианты, да, и сдавай их, вот пиши, что ты выявил не на преступление. Так же самое по оружию, по наркотикам, и все. Ну, вот смотрите, я сразу по этой полиции работал, да, но не возят наркотики через аэропорты. Везти наркотики там, где целая куча всяких проверяющих, аппаратов стоит и так далее. Нет, выявляйте, почему у вас нет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотик. И начинает эта вот транспортная полиция, вместо того, чтобы обеспечивать безопасность в аэропорту, в речпорту, на транспорте, она начинает значит, шустрить по всему городу, ловить там этих всех наркоманов, где только можно и нельзя, да, и начинает это наш наркоман, это не ваш наркоман, и начинается вот это деление. Ну, поэтому, конечно, вот эта палочная система, которая существовала и сейчас существует в Воронеже внутренних дел, это самый огромный недостаток значит, полиции, который на текущий момент является. Огромное вам спасибо, Игорь Евгеньевич. До свидания. До свидания, Юрий. Итак, друзья, вы слышали точку зрения полковника полиции в отставке Игоря Евгеньевича Бочкарева. Однако, напоминаю, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал НьюашВод. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok